Всем привет, 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 всем привет, Толян, дистрофик number one на Руси, вот, я дистрофик number one, я буду себя так теперь называть, типа, самый тощий, самый костлявый дистрофан, вот, сейчас, короче, лето, жарко, когда я записываю эти видео, поэтому я не могу уж, извините, в майке сидеть, вот, поэтому вы видите мои кости худые, вот, короче, в этом видео пойдет обзор на два напитка, первый алкогольный, второй без алкоголя, значит, первый напиток, я про него буквально пару слов скажу, потому что я его уже пробовал, я просто скажу свое мнение о нем, это будет алкогольный напиток зеленая марка, я написал, ну, название видео в своем написал, вот, зеленая марка, там, водка с тоником, вот, а второй напиток будет без алкогольный, давайте я очки сниму, еще как профессор сижу, там, можно подумать, я прям умный такой, типа, вот, как профессор умный сижу в очках, короче, вот, а второй напиток будет без алкогольный, но я его еще не пробовал, мы его откроем, попробуем вместе. Вот. Второй напиток Билла называется. Он мне сейчас просто охлаждается пока. Короче, давайте, значит, первое я скажу пару слов. Специально себе оставил банку, чтобы не забыть. Вот. Ну, просто два в одном сразу сделаю. Ну, а что я буду два отдельных видео записывать? Лучше уж сразу пару слов сказать и как бы... И все, и забить про него. Вот. Значит, вот. Зеленая марка вот такой напиток. Значит, есть водка зеленая марка, но я водку вообще не люблю. Я вообще даже запахни. Не переношу водку. Я никогда водку такую не пил. Вот. И я когда увидел в магазине первый раз вот этот вот коктейль, это коктейль, я... У меня вызвало отвращение. Я думаю, фу, это водка в банках. Думаю, что за говно. Я первый раз, второй раз прошел мимо, короче. В общем, несколько раз я мимо проходил. Потом я третий раз обратил внимание, что эти напитки, они стоят вместе с коктейлями. Там, например, хуч, алкогольный там, ягуар. Вот такие вот коктейли алкогольные. Вот. Опять же, я никому не советую пить алкоголь. Это все вредное, это все полная херня. Вот. Но если уж вы иногда любите выпить спиртное, да, например, там, по выходным, там, после тяжелого рабочего дня, расслабиться, ну, обычное дело, да, понимаете, о чем я говорю. Вот. Вот. То я вам советую этот напиток. Я, в принципе, он очень вкусный. Я ему, в принципе, мог бы поставить десятку. Потому что я никаких минусов в нем не вижу во вкусе. Значит, смотрите, тут. Вот. И потом я его купил все-таки. Я смотрю, он среди коктейлей. Я стал читать. Написано. Водка и лимонный сок. А мне нравится... То есть, лимонный тоник. А мне нравится очень джин-тоник. Например, я Грин Нолс люблю. Я на него уже делал обзор. Не знаю, выложу я его сейчас или нет. Грин Нолс джин-тоник. Очень вкусный в таких зеленых банках. Вот. Я смотрю, написано. Водка и лимонный тоник. Я думаю, о, ну-ка, дай-ка я попробую. Один раз. Хотя бы куплю, не понравится, я забью. Вот. Я его купил, попробовал. Мне он очень понравился. Потом, буквально через несколько дней, я его еще раз купил. Еще раз попробовал. Вот. Но я думал, что я отдельно на видео его не буду пробовать. Там, наливать, там, дегустировать. Я лучше просто сразу скажу уже свои впечатления о нем, да. Чего я буду долго, а целое видео, как я уже сказал, да, на этот напиток тратить. Вот. И, значит, я его купил, попробовал. И я хочу сказать, значит, почему 10 баллов? Значит, во-первых, водки, вкус спирта вообще не чувствуется. Абсолютно. Даже и намека во вкусе на спирт нету. Абсолютно. Единственное, что вы тут чувствуете во вкусе, это вкус джин-тоника. Такой характерный, горьковатый вкус. То есть, если вы любите джин-тоника, а я люблю, то вам очень понравится. То есть, водка тут не чувствуется, спирт тут не чувствуется. Тут чувствуется вот этот горьковатый, характерный вкус джин-тоника. И плюс еще Небольшой такой ароматический эффект Тут чувствуется небольшой такой привкус лимона Вот эта душистая Душистость Душистый вот этот вот характерный лимону Аромат Во вкусе чувствуется То есть тут получается то, что тут Джин Тоник Со вкус, с ароматом лимона Вот Обалденная штука, очень мне нравится Вот, и после него Как говорят, да, похмелье Там нет такого, не болит ни голова Чувствуешь себя абсолютно нормально Вот я его выпил потом Ну там, через какое-то время я там лег спать Потом я проснулся, там через 6-7 Ну нормально поспал Встал, нормально себя абсолютно чувствую То есть в принципе Зеленая марка, вот водка, да, лучше конечно же не пить Этот напиток тоже лучше не пить вообще Как алкоголь любой, да Но из двух зол, как говорится, выбирают меньше Если выбирать между водкой, которую я терпеть не могу Любую, абсолютно любую водку Вот этот спирт, да Если выбирать между водкой, зеленой маркой Или вот этим напитком, я бы его выбрал Но опять же, алкоголь этот лучше не пить вообще Вот Значит тут водка и лимонный сок, да То есть чувствую лимонный тоник Вот Тут 7,1 Ну считай 7% То есть такой лимон хороший тоник с лимоном С лимоном таким, душистым таким вкусом Вот То есть в принципе Вот он такой, да Вот Никаких минусов, 10 баллов Просто во вкусе я никаких минусов не чувствую Хороший тоник и лимонный вкус То есть, ну конечно же, если вам не нравится джинтоник Вот этот горький, да, привкус Тем более, если вам не нравится лимон Лимонный вот этот, да Характерный, душистый такой То вам и не понравится Вот Но опять же говорю, мне нравится, что рекомендую Я 10 баллов ставлю Ой, теперь выбрасываю банку Полетело Вот Теперь, значит, будем пробовать Вот Он мне сейчас охлаждается Значит Сейчас просто вода скапает Скапает с него Значит Такие вот напитки Билла Безалкогольные Алкогольный Ой Газированный Безалкогольный напиток Это называется Экстра Ситро Значит Я таких вот разных напитков Несколько видов там в магазине видел И дюшес И лимонад И еще там несколько видов И тархун, по-моему, даже есть Вот Сейчас я Возьму такую подставочку Чтобы У меня вода капала на нее А не на стол Он просто у меня охлаждается сейчас Вот В ледяной воде Со льдом Поэтому капает с него вода Вот Вот Несколько таких вот напитков Билла Это, значит, называется Экстра Ситро Вот Такая вот у него Этикеточка То есть вот он такой Видите, он прозрачный То есть он как чай Такого Такой Как чай Видно, да? Я надеюсь вам на записи Потому что я сейчас на вебку снимаю Или на обычную камеру Вот Вот Несколько таких напитков Значит Тут что написано Напиток безалкогольный Сильно газированный То есть Если у вас, например, гастрит Да У вас там какая-то болезнь желудка То Не то, что алкоголь Да Понятно, что вам противопоказано Но вам газированные вот эти напитки Тоже будут противопоказаны Хоть они безалкогольные Но то, что они сильно газированные Это тоже не рекомендуется Вот Значит Что такое экстраситро Ну я знаю Ситр, да Напиток такой Ситр А экстраситро Что тут Что тут такое Тут написано Вода питьевая подготовленная Сахар Регулятор кислотности Кислота лимонная Ароматизатор экстраситро Ароматизатор натурального Экстракта пельсина Вот Консервант Бензо от натрия То есть видите Никаких усилителей вкуса Тут ни хрена ничего нет Вот И тут у нас нарисован Грейпфрут В принципе Тут у нас на Этикетке Грейпфрут Вот И у него такая вот Пробка Железная такая Да И мы ее сейчас откроем Он еще Он кстати у меня не очень хорошо охладился Вот я чувствую Он не очень такой холодненький То есть я сейчас его попробую Да Сделаю ее оценочку А поставлю Попробуем Что это такое И я его поставлю Дальше будет охлаждаться И когда он уже конкретно Так я просто Я не люблю Знаете вот Такие всякие напитки Тем более алкогольные Вот эти коктейли Да Их надо пить охлажденными Вот Охлажденными Это то есть Ну немножко такой Чтобы он был холодненький Да Но я люблю не то Что охлажденные Я люблю реально Чтобы они были холодные То есть он сейчас у меня охлажденный То есть он такой Достаточно холодненький Он у меня во льду Ну не знаю Минут 10 наверное Побыл То есть такой Достаточно холодненький Вот Охлажденный То есть он охладился Вот Но для меня это мало Я люблю Ну минут на 30 На 40 даже В морозилку запихнуть Банку Там бутылку Вот То же самое Пиво Там гуч Хуч То есть Меня мама просто гуч называет Поэтому я привык тоже гуч называть Хуч Там вот эти напитки Всякие алкогольные Я не люблю пить охлажденными Я реально люблю пить их Именно холодными Вот Конечно же Лучше они охлаждаются Когда они Горизонтально Вот так лежат Да То есть По всей вот плоскости Вот А он у меня У меня ведерко со льдом И он у меня там Вот так вот стоит То есть там охлаждается В первую очередь Вот Где-то вот так вот Половина Да А потом уже Она и доходит до верха Поэтому чтобы он лучше охладился То он у меня Постает какое-то время Там охладиться Вот эта вся часть Потому что у меня Там бутылка не полностью У меня ведерко не полностью закрывает бутылку. То есть, во-первых, он у меня лежит в морозилке. Или он у меня лежит в холодильнике, а потом я его уже ставлю в ведро со льдом. И потом я его вот так переворачиваю, чтобы по всей плоскости перемешалась холодная часть с обычной частью, которая еще не до конца охладилась. И чтобы он охладился просто. Короче, ладно, я вам мозги парю, чтобы подольше времени протянуть, а то вы скажете, что такое видео маленькое. Шутка, конечно. О, слышали? Прокручивается. А, вот, открылся. Вот. На самом деле, я никогда я никогда не стараюсь видео быстрее записать или подольше протянуть. Я всегда как получилось, так и записываю. То есть, вы знаете, я люблю просто болтать лишнее, а лишнее, да? Вот. Поэтому сейчас я пока болтал об этой фигне, у нас уже прошло сколько там время-то? 10 минут уже прошло. Вот. Так же я не люблю монтировать там. Склеивать там, вырезать что-то. Если я неудачно что-то сказал, то я это не вырезаю. То есть, я как вот, как вот включил запись, пошла запись, так она и пошла. Записал, рассказал, остановил. Все, ничего не монтирую. Вот. Но иногда бывает, когда я там долго жую, жую, там, перемешиваю. Там, например, йогурты, творожки, там, вот, было в каком-то видео. Я долго жевал, жевал, перемешивал, перемешивал его. Я решил это все вырезать, потому что я там, наверное, секунд 20, 15-20 секунд мешал. Вот. Это было там два, по два раза за каждое видео. Поэтому я вот это вырезал, чтобы не мешать, не мешать там долго. Вот. А так, в принципе, я как получилось, так и записываю. Вот. Значит. Не знаете, что сейчас у меня? Я сейчас вот, почему я голый? Потому что сейчас жарко, я пришел, принял душ, и я побрызгался этим дезодорантом, не вея фумен, типа, вот. Вот. И у меня сейчас пахнут очень руки. Хотя, почему руки пахнут, когда я руки же не пшикал? Ну, не знаю, короче. Давайте. О, запах какой хороший. Слушайте, мне запах этот, что ты напоминает. Такое что-то душистое и необычное. Ну, никак не могу понять. Ну-ка, давайте вкус попробуем. Короче, очень знакомый, приятный, хороший запах, но не пойму, что. Сладкий какой. Очень сладкий. Такая сладкая газированная водичка. Тут даже... А, тут написано было, да, что-то? Так, ну, это не то. Вот, ароматизатор натурального экстракта апельсина. Ну, знаете, в принципе, ну, да, апельсин, он же тоже такой душистый, своеобразный. В принципе, да, чем-то похоже на апельсин. Но я бы не сказал, что это прямо уж такой апельсин. Просто похоже чем-то. Опять же, ну, если ты не знаешь, что тут апельсин, если тут на этикетку не прочитаешь, то ты даже, наверное, и не догадаешься. Хотя нет. Хотя нет, в принципе, да. Как я говорю, душистый хороший запах. Знакомый. Чем-то напоминает апельсиновый хуч. А это алкогольный напиток. Вот мой любимый алкогольный напиток, это апельсиновый хуч. Там очень хороший вкус апельсина, там спирта не чувствуется. Вот, но он алкогольный. Вот. Поэтому, если вы алкоголем не пьете, то вам я его не посоветую. В принципе, да, чем-то напоминает апельсин. Вот это. Да. Но тут, видите, тут... А, тут нарисован не грейпфрут, а тут нарисован красный апельсин. Видите? Вот, долька. Это не грейпфрут, это красный апельсин. Вот. Да, да, точно. И он такой, видите, цвета желтоватого. Как чай. Типа, как апельсин, что ли. Не знаю. В принципе, так особо на апельсин не похоже. Ну, отдает немножко апельсин. Вот. Но, в принципе, это, ну, проще говоря, сладкая газированная водичка. С небольшим привкусом апельсина. В принципе, из 10 баллов я бы ему поставил, наверное, шестерку. 6 из 10. Потому что он не очень вкусный, на самом деле. Как-то не особо. Тем более, сильно газированный. О, слышите? Газы там бурлят. В принципе, да. Сладкая водичка. Газированная стрелка с апельсином. Шестерку. Давайте шестерку из 10 поставим. В принципе, достаточно охладился. Я его сейчас пью. Достаточно такой холодненький. Ну, мне вкус этот не очень понравился. В принципе, если бы он был негазированный, то я бы его еще как-нибудь купил. Например, в жару, да, хочется пить. Вот. В принципе, да, купил бы. Но газы, тем более в жару, это вообще не рекомендуется. В жару лучше пить обычную воду. Обычную простую воду. Причем не холодную, а, например, комнатной температуры. Или даже теплую. Вот. Потому что когда ты пьешь холодную воду, тебе потом еще хочется пить. А если ты пьешь теплую, то в жару она как-то хорошо. Ну, по крайней мере, это лично мне так кажется. То есть газированную воду, холодную, тем более газированную, вообще нежелательно пить в жару. Так что это я просто купил, просто как бы, да, мне интересно стало. Вот. А так, в принципе, я люблю пить простую воду обычную. Так что это получает 6 баллов. Такие напитки еще есть несколько разных видов. Я не знаю, буду я их покупать или нет. Но я этот попробовал. Я, в принципе, представляю, да. Я, видите, вот так уж его смотрю. Вот. Я, в принципе, представляю примерно, какие те будут по вкусу. То есть там, например, есть дюшест, архун. Соответственно, они будут, понятно уже, да, с каким вкусом. Вот. То есть как бы тут ничего такого особо удивительного нет. Вот. Ладно. Давайте я на этом закончу. Видите, потому что я его уже попробовал. Вот. В принципе, больше мне нечего просто сказать. Я его поставлю, пусть он дальше у меня там холодненький будет. Хотя даже я на самом деле его когда-то пить-то я не хочу, на самом деле. Лучше, лучше просто апельсиновый сок купить. Любой там. Добрый, любимый там, моя семья, какой хотите. Апельсиновый сок. Чем вот эту, газированную воду. Потому что это на апельсин-то особо не похоже. Ладно, все, давайте. На этом я закончу видео свое. Вот. У меня, кстати, чашка есть, из которой я пью. Видите, она пустая. Если она пустая, значит нужно пойти налить воды. Потому что эту газировку я чуть пить даже особо не хочу. Лучше обычной воды попить. Вот. Ладно. Так что я вам желаю, если у вас тоже сейчас жара, когда я там это видео выложу, если у вас тоже жарко, вот. Пойдите охладить, примите душ, как я. Там, попейте воды обычной. Только не холодной, не горячей, а такой средненькой, тепленькой. Мне просто это в жару очень хорошо помогает. Чувствуешь себя очень хорошо. Вот. Желаю вам нормально, хорошо перенести жару, если у вас жара. Да. Если нет жары, то тем более хорошо. Отлично. Наслаживайтесь жизнью. Вот. До встречи в следующих видео. Всем пока. Толян Дистрофан Намбуан прощается с вами. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok